Видео, которое изменит твою жизнь. Как избавиться от беспокойства, тревоги и в целом от негативных мыслей. Есть только один рабочий метод, и он протестирован лично нами. С этой методикой мы познакомились еще в 2018 году на семинаре Джона Кехо. Суть этого метода очень простая, и о ней расскажет не только Джон Кехо, но и Инстардинг со своего личного опыта. Досмотри до конца. Мы все живем в очень напряженное время. Людям предъявляются огромные требования. Да и мы сами требуем от себя очень многого. А наше общество формирует нас таким образом, что успех определяется тем, сколько у тебя денег, как хорошо ты выглядишь, сколько у тебя подписчиков в социальных сетях. И в современном обществе стало еще больше аспектов, которые вызывают стресс и тревогу. Сейчас как никогда все хотят быть любимыми и успешными, и некоторая доля беспокойства по этому поводу — это неизбежность. Но если тревожность выходит за рамки, если утром вы просыпаетесь с чувством тревоги или вас постоянно посещают дурные мысли, когда вы ложитесь спать, то это значит, что тревожность и беспокойство перешли уже все границы, и здесь уже требуется ваше вмешательство. Но сперва давайте разберемся, что такое тревожность. По сути, тревожность — это когда вы не ждете от жизни ничего хорошего. В этом и заключается тревожность. Именно поэтому вы ее испытываете. Вы прокручиваете всякие негативные сценарии. По поводу финансов, по поводу отношений, плюс к ним добавляется боль из прошлого. И таким образом вы раскручиваете это все и еще глубже закапываете себя. И это показывает, что вы не доверяете жизни. В общем, первое, что вам нужно сделать, это признать, что вам никогда не удастся во всем окончательно разобраться. За всю вашу жизнь просто примите этот факт. Все мы беспокоимся, потому что у всех в жизни присутствует фактор неопределенности. В этом-то все и дело. В этом всем и есть наша жизнь. Никто никогда из людей не находил и не найдет ответы на все вопросы. Переживаний нет только у мертвых. Но вы живы. Вы впервые переживаете человеческий опыт. Все вещи вы делаете впервые. Все ошибки вы делаете впервые. Все уроки вы тоже усваиваете впервые. Так что позвольте себе жить. Осознайте, что никто не знает своего будущего. И в этом величайший дар быть человеком. Поймите, жизнь не должна быть гладкой и ровной. Никто из людей не сможет достичь идеала. Соответственно, и жизнь не может быть идеальной. И вопрос не в том, чтобы никогда не переживать и не беспокоиться. Вопрос даже не в том, чтобы понять причину этого. Потому что беспокойство и страх существуют сами по себе, без причин. Это мы, люди, потом уже подвязываем их под причины. Но если вы уберете одну причину, то позже найдете новую причину для беспокойства. Уберете и эту причину, найдете еще одну, нового характера. И так до бесконечности. Чтобы было понятнее, Инстардинг приводит следующий пример. Как мы привязываем беспокойство к жизненным событиям? Нет денег. Мы беспокоимся. Зарабатываем много денег – снова беспокоимся. Проходят эти два беспокойства. Приходит беспокойство по поводу войны. Проходит беспокойство по поводу войны. Приходит беспокойство по поводу здоровья родного человека. Нас, людей, постоянно что-то беспокоит. И так будет всегда. Почему? Потому что мы все с вами наделены силой воображения. И суть в том, чтобы осознать эту силу и использовать себе во благо, а не во вред. Ведь сила воображения является как величайшим даром, так и величайшим проклятием для человека. У животных и у растений такой силы нет. Они не могут планировать и создавать новый жизненный путь. Из-за этого их жизнь предопределена. А вот человеческая жизнь не предопределена. Она уникальна, неповторима и у каждого своя. И все, что вам нужно сделать, так это довериться жизни. Направить свою силу себе во благо. Когда вы визуализируете и ждете от жизни самое лучшее, почти всегда так и происходит. Если вы усвоите самые фундаментальные убеждения, такие как «у меня хорошая жизнь», «я хороший человек», «я доверяю самому себе», «я доверяю жизни», «я буду радоваться жизни и любить ее», то это станет самым лучшим вашим средством от беспокойства. А лучшим помощником в этом вам будет такое очевидное сознание, что одновременно нельзя прокручивать плохую и хорошую мысль. Мы либо думаем о хорошем, либо о плохом. Да, мы можем часто переключаться. Но нужно сделать так, чтобы прокручивание хороших мыслей вошло у вас в привычку. Да, негативные мысли не исчезнут навсегда из вашей жизни, но вы легко можете сделать так, чтобы за день соотношение позитивных и негативных мыслей было девять к одному. Просто осознайте. Так же легко, как вы придумываете себе страдания, вы можете придумать счастье. Просто это не вошло у вас в привычку. Да, звучит это очень просто, но поверьте, так оно и есть. Нету никакой волшебной таблетки. Вся суть этой техники в том, чтобы осознать это и постоянно практиковать. Тем более, что это приятно. Это же не вагоны разгружать, не потеть в зале. Это создание радости, счастья и вашего светлого будущего только с помощью мыслей. Поэтому возьмите за правило каждый день радовать себя. Это не значит, что весь день должен пройти в одних удовольствиях. Это значит, что нужно каждый день доставлять себе какую-то радость. Возьмите за правило каждый день видеть красоту в чем-либо. Она может быть в ваших мыслях, в природе, в общении или в какой-то вещи. Позвольте этой красоте расцвести внутри вас. И еще раз, делайте так каждый день. Осознайте свою внутреннюю красоту и великолепие, и те возможности, которые подарила вам жизнь. Занимайтесь визуализацией своего будущего так, чтобы это стало неотъемлемой частью вас самих. Ведь ваша жизнь напрямую зависит от того, любите ли вы себя, уважаете ли вы себя, и от того, доверяете ли вы себе. В общем, каждый день работайте над собой. Создавайте, творите и радуйтесь жизни. Жизнь — это путешествие, а не конечный пункт назначения. Поэтому не беспокойтесь о конечной точке. Сделайте так, чтобы каждый ваш день был наполнен жизнью, и вы увидите, что для беспокойства нет повода. Жизнь будет идти своим волшебным образом. Да, вас ждут взлеты и падения, здоровье и болезни. У вас будут успехи и неудачи. Друзья и враги. Вы получите полный набор. Но относитесь к своей жизни не как к борьбе, а как к обучающей игре. Окунитесь с головой в свою жизнь и получайте от нее удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok